Третий день в Выборге, и это моё путешествие пешком от дома до Монрепо. Я иду по проспекту Ленина, который назывался Торкельской улицей, в честь Торкеля Кнутсона, основателя Выборга. Вся улица застроена самыми разнообразными домами конца XIX – начала XX века. Северный модерн, эти утопленные вглубь подъезды, входы в подъезды типичны для Выборга, чего в Петербурге нет, хотя, казалось бы, строились примерно те же архитекторы, те же стили, но, тем не менее, северный модерн в Выборге и в Петербурге сильно отличаются. А мы подошли к рыночной площади, это башня, остаток укреплений, теперь там ресторан, собственно, сам рынок, там море. Море – это, конечно, сильно сказано. Заливчики, проливчики, острова, большой ковш, малый ковш, гавани – это вот рынок. Чудесные округлые формы. Очень типично для Выборга вот такие закругления, закруглённые углы. Ты сразу видишь, что эта Выборгская архитектура, она совсем другая. Самое потрясающее, что мне очень понравилась та архитектура, которая относится к 20-30 годам XX века. Но они, наверное, позже. А сейчас Анинские укрепления – это остатки городских стен. Кстати, проспект Ленина построен на месте разобранных укреплений, вот таких же стен. Непонятные мне фиолетовые, вроде бы, колокольчики, но я таких у нас в Петербурге не видела. Железная дорога, путь для неё вырублен в скале. Итак, мы входим в Монрепо. Я не знаю, буду ли я сейчас что-то объяснять. Мне здесь безумно понравилось. Это тишина, море, небо, великолепная погода. Это оранжереи, в которых выращивали экзотические и тропические растения и фрукты. Это потрясающая тишина. Комарики покусали. Эти булыжники, которыми выложены стены, которые лежат просто так. Залив. Смотрите, какое небо. Любимые булыжники, они огромные. Павильона, к сожалению, нет. Вот здесь он стоял. На возвышении, на горе. Место силы, как всегда. Спускаюсь, спускаюсь. Китайские мостики. Они были разноцветные, но теперь белые. Смотрите, какая красота. И эти островочки и протоки сделаны искусственно. Николай, хозяин этого места, обустраивал эту территорию. И сделал из нее чудесный, чудесный уголок. Уголок большой, достаточно большой. Это называется падающий камень. Как будто это тоненькая березка, только его поддерживает. Море и небо. Монре-по переводится как «Мое отдохновение». Но это правда так. Очень гармоничное место. Очень северное. Снова китайский мостик. Один из этих императоров – Павел I, которому Николай служил десятилетиями. Палатки, как вы понимаете, тоже нет. Все восточное было очень модно. Но на ее месте просто этот деревянный настил. Котирочков множество. Все отправляются на водные прогулки. А здесь потрясающее место. Я потом расскажу. Я не могу оторвать глаз от воды и неба. Изумительный тон. Синий тон неба. Синяя вода. Перехожу китайский мостик. И все. Что horns perto. Вон он бы не слепил. Ого. Это не печально. Спасные они . Ого. Анатолия. Дальше. В подруге. вода и небо что еще нужно еще нужны камни деревья и чайки вопят нещадно ступеньки вырубленные в скале местами приходилось подниматься достаточно тяжело перелизать через камни но это того стоило это храм нептуна деревянный храм восстановлены и скульптура там достаточно примечательная раньше здесь были еще дельфины это было воскресенье поэтому народу достаточно много вот это остров мертвых я направляюсь к нему была паромная переправа на этот остров вот эта пристань ступени лестница ведущая наверх там капелла и усыпальницы членов семьи николая все это напоминает мне знаете что остров где покоится прах короля артура а это главный усадебный дом библиотечный флейгель дом удивительным образом фасадом расположен не к морю а смотрит фасадом на фасад библиотечного флейгеля пионы разве не осенью расцветают вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Это выход из Монрепо